У меня есть нож! И справка! Я врач! Я могу вылечить тебя от жизни! Ага! Бойся меня, скотина! Суба-дуба-дуба-па-па-па-па-па-е-е-е Всем добро, дорогие друзья! Особенно добро тебя Юлия! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Рюцов Инсэнити или Корни Безумия! Ха-ха-ха! Вот он у парня явно резил! Ух! Ля-ля-ля-ля! Ух! Ля-ля-ля-ля! Ха-ха-ха! Он мне напоминает, знаешь, 4 пацана, которые пришли с какой-то тусовки в клубнике И продолжает отвисать даже без музыки, вокруг им не нужна уже музыка! Твоё имя Райлен Маклей, ты МакППП, язык соберись. Ты молодой практикующийся врач, работающий в Август Валентин больнице. Сегодня 5 апреля 2005 года, и сегодня твоя очередь работать в ночную смену. Смена проходит спокойно, а потом все умерли. В А-блоке, в котором находится твой офис, этой ночью очень тихо. Слишком тихо, все умерли. В БОК уже немного лет вообще не используется. Логично, а хрен ты там вообще сидишь? А, Б-блок, понял. Ну, сидя в офисе, у тебя только одно желание. Провести эту ночь без единого приступа эпилепсии, мучающих тебя всю жизнь. Чего? Зачем на работу брать человека, у которого эпилепсия? Вдруг он будет какую-нибудь делать операцию, и вдруг... ОБА! Все дни наприлет мы с отцом проводили в операционной. Я стоял и смотрел на труп. Все шло хорошо, пока маман не умерла. Мои симптомы с каждым днем ухудшались, я облысел. Я стал ванн-панчманом, я терял контроль над собой. Но у меня были обязанности, которые я не мог оставить. Я не мог уйти отсюда. Но что-то изменилось. Какой-то парень зашел в Б. Я изменился. Е-е-е, вот это переход, вот эта история. Женщина! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо соберись. Вот о чем я и говорю, нафига такого человека брать на работу? Какой-то крикливый. Нафига такого человека брать на работу? Вот серьезно, возьми с собой ножницы. Бунка уют тыкать, если он будет на меня начать. Здравствуйте, папоротник. Так, у меня здесь на самом деле такая клевая ходка, я тебе скажу. Правда, еды нет. Вот это отстой. Если у тебя нет еды, то ты будешь чувствовать себя нехорошо. А что мне по ящичкам? Оп-оп, ничего. Я тебе говорю, возьми с собой ножницы, балбес. Хотя бы стол возьми. Хотя бы книгу почитай. Эх ты. Я вижу здесь много шкафчиков. Значит ли это, что я смогу прятаться по шкафчикам? Народ говорил, что ужастик прикольный. Но я как бы долго ждал, пока у меня появится время, чтобы в него поиграть. Я тебе говорю. Нет, не могу, я слишком жирный. Я думал, что я могу пробраться в этот ящик. Но, к сожалению, это не... Но вот я лучше здесь останусь. Мне как бы здесь нормально. Есть тут кто-нибудь? В больнице никого не видно. Чтобы узнать, что происходит, выйди во двор и найди охранника. Сразу говорю, охранник рип. Сто панов, охранник умер. Выпей воды. Не хочешь. Ух ты, ё-моё. Сколько много кожаных диванов. Какой-то отряд скрипачей играет. Фига. Ха-ха. Сямские близнецы. Фига. А это правда у них такой скелет? У них по части ребра? Типа, видишь? У этого куча ребер с левой стороны, которая должна быть. А у этого куча ребер с другой стороны. Окей. Чё у нас телек? Ха-ха-ха. Какой-то парень там тусит на этом телеке. Точнее на записи. Чё написано? Непонятно, чё написано. Ладно. В принципе, хорошая такая больница. Обои, правда говоря, големенькие. Я бы поменял обои. Будь я главным в этой больнице. Дверь закрыта. Фу, такой бы больница. Фу-то, дверь. Что-нибудь в ящиках? Что-нибудь на диванчиках? Может быть? Что-что-что-что? Успокойся. Ты и от бега будешь эпилепсию ловить? Парень, как... Да успокойся. Всё нормально. Ха-ха-ха. Я уверен, что придётся нам прятаться в этих ящиках. О! Открытая дверь. Хоть одна. Твум. Ха-ха-ха. Полиция? Чтобы убежать, нажми удерживай шифт. Спасибо. Я как бы знаю. Я играл в игры. Я в курсе. Это всё равно, что сказать. Вот она трава, трава зелёная. Радуйся. Что это? Полиция! Полиция. 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 Написано здесь. Чё-то лап. Охранник. Ушёл. Куда ушёл охранник? Возможно, это... Ха-ха. Возможно, это охранник сам вначале игры кричал, как девочка. Ты должен найти охранника. Проверь Б-блок, из которого раздался крик. Я тебе говорю, это охранник. Он, наверное, увидел крысу и такой... И испугался. Хе-хе. Ну ладно. Слушай. Какие здоровенные здания. Ну я бы не хотел, наверное, там жить, потому что... Такое чувство, будто это здание сделано из двух кусков кирпича. Вот так вот эта часть обвалится, вернее. Чтоб пройти в Б-блок... Пройди через дверь. Ты должен найти охранника. Проверь Б-блок, из которого раздался крик. Я в курсе. Спасибо. Я умею читать. Видимо, эта игра считает меня совсем за дурачка. В 2004 году мать доктора Райли скончалась в этой больнице. От опухоли головного мозга. Доктор Райли только сейчас мог прийти в себя после всего пережитого. То есть он целый один год сидел у себя за столом и вдруг очухался от крика какой-то женщины. Мне понравилось написать внизу. Сохранить. Что происходит? Что происходит? Да, спроси у трупа. Труп, труп. Что происходит? У нее нож. Хе-хе-хе-хе-хе. На кой тебе камера? А-а-а. Я смотрю, че она... Че она? Че ты? У тебя батарейка закончилась. О, нет, эта стена. Ёб твою мать, ты меня пугаешь больше, женщины. Сделай погромче звук, да. У меня просто звук слишком громкий, поэтому пугаюсь от каждого шороха. Я медсестра Гория. Если вы читаете эту записку, значит меня нет живых. Как может быстрее отнеси эти записи с камеры в больницу, в полицию, ты должен рассказать им, что здесь происходит. Я больше не могу все это выдерживать, я ни за что не ходи дальше в библиотеки, ни в коем случае не проходи через тот проход. Ладно. Ну, в общем-то, я собрал все, что мне нужно, и я пошел домой. Я-я-я-я-я-я-я-я-я пошел домой! Дурак ты что ли? Ты взял ножик и все, и типа классный. Тебе нужно пойти в больницу, в полицию. Женщина сказала тебе пойти в полицию. Наш главный герой тупень, просто тупень. Что это такое? О, таблетка. Принимаете лекарства для получения жизни. Вау. После этого принимая лекарства во время приступов. Приступы? О, нет, у него еще и приступы могут быть. Чтобы включить камеру, нажми на клавишу F. Я что-то слышу сзади меня. Это утла что ли? Да ладно! О, окей. У меня есть камера. Я все запишу! Что, черт возьми, могло это сделать? Догадайся, мать твою. Догадайся, просто подумай. У тебя камера есть, ты камера видел? Там появился какой-то чувак. И напал на женщину и убил ее. Возможно, псих. Я думаю, что это... У, они врубили телек. Я бы сказал, это какое-то безрукое чучело бегает туда-сюда и устраивает адовую пати. И сзади меня ничего не подошло. Пока что игра так, не пугает. У меня есть доску. О-О-О-О-О-Ой! Ну вот это... Ну вот это мощно! Я тебе могу ножом-то резать! Ха-ха-ха-ха! берегитесь берегитесь сумасшедшие я ложу на ходу кровь на кей кровь цена бога знак у тебя могу поближе рассмотрели два чувака он только что свое лицо показал давай запишем это полиция увидит что здесь был терек возьми фонарик фонарик же нужен ты чё дурак что ли ладно что же в холодильнике в холодильнике кровяка так ко мне никто не подходи у меня есть нож и справка я врач я могу вылечить тебя от жизни а бойся меня скотина знаешь такой твоя проблема в том что ты жив это извлечит все твои болячки куда мне идти пойдем сюда откуда появился не понял слышь что происходит действительно не понял что я не понял сейчас этого прикола что-то вы меня тут пробежался носильщик григорий он походу убрал все что нужно точнее все что не нужно и теперь я могу спокойно заехать класс сначала испугал меня рукой а потом убрался за меня такой милый парень что это такой не знаю музыка меня напрягает вот этот зачем это делать хотя понятно зачем это дело чтобы пугать дверь закрыта кто бы мог это просто распеваюсь что это там парень ты плывешь привидение что вы думаете о мне у вас лицо хорявое можно убить тебя что 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 так окей по таблетку пей таблетку пепи а нет все прекрасно ты тоже это видел это врач стёпа он всегда был странным но на самом деле он хороший врач он 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 молодец очень умничка что это было сейчас я думаю что мне сейчас вздухнут от того что не выпил таблетки ладно я видел призрака пока степан увидимся чё говоришь вот знаешь говорят что трудно разобрать почерк врачей этот врач особенно его речь тоже трудно разобрать но пока что вроде ничего особо страшного не происходил а чё у нас здесь ничего пока что еще особо трудно страшного не происходило ну кроме того что меня немножко испугал призраки не люблю призраков мне кто-то звонит алё ребенок а я понял это у меня батарейка закончилась окей вот кроме того что здесь призраки ненавижу блин призраков ненавижу истории построенные на призраках потому что они реально стремные книги потом не постоянно чудится что там шорох какой-нибудь тут шорох какой-нибудь это я хожу да я могу причесть почему ты не считаешь никаких записей еще стул на стуле не видно никаких пик ничего не видно поэтому все классно холодильник как всегда пусто ну это уже не нова на самом деле холодильнике все здесь пусты поход здесь прошелся какой-то очень прожор как видишь я не вскрикнул я не испугался и на кой хрен было закрывать эту дверь скажите мне пожалуйста что это там лежит привет чё ты скажешь о больнице чтоб не нажми правую кнопку убиться за это зомби это зомби у нас появились колбаса подраны сюда могу пойти генерал вард генеральный вард кто играл да там поймет чё произошло углу ты можешь защитить но ты доктор а не боец будь внимателен между прочим я ходил на секцию каратэ в детстве при этом нет обожественно жопну фига он как задницы двигает юх юх когда я был на дискотеке в школе некоторые девушки танцевали хуже этого парня батарейка батарейка таблеточка классика классика жизни книги книги мне интересно в чем я держу эту камеру я типа чтобы напасть нажми на левую кнопку мыши что такое вылечиться от жизни этого не может быть хочу когда я успел камеру вырубить окей боже мой я ничего не вижу у меня есть камеры видимо я на что-то нажал это я дышу ли дверь добрый вечер господин окей так это не призраки тоже зомби что что ты меня пугаешь ничего не было музыка алё что за хрень зомби не боюсь я выбил таблетку все класс не выбил таблетку вот вот теперь все красота здесь все хорошо холодильники у нас счет да как всегда пусто могли бы вот разработчик мог бы что-нибудь и положить холодильник для прикола просто голову какую-нибудь или что-нибудь такое детей везде раскладывают а что детей дофига чем всех кладете туда-сюда ну окей это что еще было музыка какие-то ты тупой что ли на него только что нападал зомби и ты видишь чувака который тащит зомби и ты просто кричишь эй привет чё делаешь сука валенок да ладно я заряжу не беспокойся да что такое музыка я не понимаю к чему-то мир окей это немного стрёмно суточку судя по всему вот тот дядька бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери что такое зомби регнул ли что окей все хорошо все классно ну не исключая то что там лежат трупы до музыка ну успокойся на ядрите в корыто что ж такое как громко ничего же не происходит почему ты меня так пугаешь ущет алады мазафакер когда честно меня наедет нет я был уверен что сейчас как только я войду в эту в в этот круг на меня кто не нападет на меня никто не нападает главное что мы с тобой все это записываем так что потом мы донесем это все до полиции я скажу вот запись как чудно открывай двери и дверь сразу открывается на полную швабры бы взял швабры это хорошее оружие если пашка да нотелла могут драться палкой то ты точно сможешь так давай только на меня хватит ему нормально и вообще хорошо я могу мимо тебя в раз пройти ну ты спокойно я врач все нормально я даже не знаю что об этом рассказать ну ну окей видимо ему на меня абсолютно пофигу ну такой зомби игнорирует и игнорирователь и будет так весело ты видел он танцевал ему хорошо у него своя атмосфера человек у него своя атмосфера ты не смеешь его беспокоить и я не смею поэтому пусть танцуют хрен бы с ним у меня есть нож это самое главное что у меня есть ухты и бочки мне не нужны стол мог бы присесть отдохнуть и сын я музыка прекрати это делать моя получи чутье подсказывает мне что сейчас нет что-то будет прилетит по мне какая-нибудь плюха старк рю нет перезарядимся класс что ты тут кто мне сейчас первый этаж ладно первый этаж генераторе закончился бензин ну окей вот много бензина это норм генераторе закончился бензин чтобы залить генератор бензина деби дон и полную бочку с бензином и перед этим чтобы заливать генератор бензин иди воронку насколько трудно дайди воронку это самая сложная задача найти дыру так подожди влечет из волоса иначе звездец ладно ребят я думаю что на этом все достаточно с чем я вот очень интересно тот перец все еще там тусит и мы серьезно столько классно и одному чуть такой о воронка я нашел воронку судя по всему или просто ключи слышь блять сука окей он решил показать и свои танцы здесь поближе запасной запасной не работает сокольный этаж почему тебе все не загрузить ты ко мне поближе будешь подходить он стесняется просто он просто хочет со мной потанцевать но стесняется а у меня есть нож поэтому я не стесняюсь как бы че стесняться если я у тебя есть наш братан ну так как бы это давай где ты где-то что все что ты может нападать на бедного беззащитного врача да ты думал я ладно я говорю что все так что на это все дорогие друзья я надеюсь тебе понравилось это видео есть он тебе понравилось подписываясь на новое видео оставлять свои комментарии здесь тонны бензина но почему-то никакой бензин не не подходит а и дверь исчезла девочка жизни хватит так это просто звуки я думал что это какой-то бабайка на меня рычит на это все есть ты парень то вдаль мужицкий лайк поэтому видео а есть ты девочка то сделай нежный тюк по лайку и мы с тобой увидимся мы с тобой увидимся в следующих сериях пока 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 и удачи